Литеция гафневая изотопная система. Она очень похожа на самариньодимовую, вы это увидите, но, правда, тем не менее имеет свои отличия. Литеция это... что за элементы? Какой группа он использует? Сказали, что я ничего не услышал. Это лантоноиды, самый тяжелый из лантоноидов. А гафни уже не относятся к лантоноидам, поэтому их немножко посильнее различаются, их свойства. Гафний чаще имеет валентность 4, он близок по геохимию, по своим химическим свойствам к цирконию, поэтому, кстати, в циркони довольно много гафни. Да, есть и такой. Ну и это литеция гафневая система, или литеция гафневый метод, он основан на радиоактивном распаде, на бета-распаде. Девочки. Потяжием. 176-й литеция распадается в 176-й гафне, бета-распадом. У литеции всего два изотопа, и причем радиоактивный изотоп, материнский изотоп, он малораспространенный, его содержание относительно 2,59% атомный. И вот то, что желтеньким здесь выделено, это то, что вам понадобится в жизни для решения задач, поэтому вы записываете. У гафния 6 изотопов, обычно относят к 177-му изотопу, нормируют, как тут написано, обычно при изотопном анализе, по отношению 179-176. Вот, это мы записываем, 0,73-25. Гафния очень тяжело мерить с помощью термоизоляционного масс-спектрометра, хотя поначалу именно это оборудование и использовалось. И вот самый такой преданный гафнию исследователь Патчет, вот он здесь тоже фигурирует, он очень много сил потратил на изотопный анализ гафния. Для него нужны очень высокие температуры, которые прибор плохо переносит, потом начинает там что-то сгорать, ломаться. Вот, но радикально изменились возможности для анализа гафния, когда появились мультиколлекторные АСП-приборы, потому что там ионизируется все, что попадает в плазму, одинаково, легко. С лютец и гафнием, да, вот отношения для ханритового однородного резервуара, вы, пожалуйста, тоже запишите, они вам тоже понадобятся. Естественно, это современные отношения. Они, вот эти цифры, они несколько раз менялись по мере накопления данных, вот, и даже... Очень много споров было по поводу константы распада. Вдруг обнаружилось, что... Это константа распада, я вот... Нынче принятая константа распада, вот она, видите, прям тремя значительными цифрами записана, 1,867. Это результат двух работ 2001 года, и потом подтверждение ее было в 2007 году. Но между этими работами был такой период, когда... Вот эти вот ребята, я вам уже про них говорил, Миша Тофт и Альбареда, это вот жена с мужем, они обнаружили, что при лютец и гафнием датировании земных пород и метеоритов, чтобы согласовать земные породы, скажем, с данными полученными по уран-свинцу, надо использовать одну константу распада, а чтобы согласовать лютец и гафнием датирование по метеоритам, надо использовать другую константу распада. И это был тихий ужас, они долго, значит, ломали голову, что придумать. И Альбареда, он такой очень... Геохимик энергичный, как все французы, активно мыслящий, фонтанирующий, можно сказать, иногда. Он предположил, что константа распада может быть... Может, в случае лютеция, может изменяться. И причем... Ну вот, для начала посмотрим, как она была получена для земных пород. Это была серия специальных работ. Вот несколько примеров. Скажем, одно и то же вещество анализировалось уран-свинцовым методом, и лютец и гафнием. Вот, скажем, на первой картинке вот эти несколько точек. Это диаграмма с конкордией уран-свинцовая. Датировались образцы гадаленита. Гадаленит, как вы понимаете, редкоземельный минерал, в котором высокие содержания тяжелых редких земель. И пусть вас не пугает, там, или не смущает, что он называется гадаленит, а не лютеция и вит. Лютеция в нем тоже очень много. И, соответственно, лютеция-гафнивые отношения в нем очень высох. И после того, как он был продатирован, вот эти образцы были, тут 910 миллионов лет, с очень маленькой погрешностью, плюс-минус 1,6. После того, как они были продатированы уран-свинцовым методом, они были проанализированы, эти же самые минералы, были проанализированы лютеция-гафни. Обратите внимание, значит, здесь отношения лютеция-гафния, вот это отношение, 176-го лютеция к 177-му гафнию, вот на всех этих шкалах, 0, 8 тысяч, 16 тысяч. Ну, вот, соответственно, значит, вот это вот крайний правый штрих 20 тысяч. И вот эти анализы гадолинита, они все лежат дружно на вот этой линии. Ну, линия-то хоть и модельная, потому что здесь нет с низкими отношениями точек. И очень высокие изотопные отношения лютеция, которые больше нигде в природе не встретите. Несколько сотен. Здесь вот, ну, в районе 300 эти изотопные отношения. Соответственно, возраст известен линией, соответственно, можно найти константу распада. И вот она здесь указана, 1,865. То же самое, значит, здесь было проведено для нескольких образцов ксенотима. Такой же исследователь другого возраста, 1,94 миллиона лет. Тоже урацветцовым методом получена дискордия определенного возраста. И тоже у них довольно высокие, но не такие высокие, как здесь. Но все равно тут изотопные отношения в лютеции 0,32-0,4. Вот в районе 0,4, чуть выше, чуть ниже, эти две точки лежат. Они образуют изохрону. Тоже возраст известен, определена константа. И таким вот образом через известный возраст несколько раз определена константа распада. Неплохо сходящиеся между собой значения 1,861, 1,869, 1,873, 1,857. Суммарно получено вот то самое значение, которое мы с вами записали. Но, когда стали сравнивать данные по константе распада, полученные физическими методами, как видите, вот просто путем счета актов распада, да, физическими методами, бета-счетчиками, очень большой разброс данных, очень плохие результаты. Ну, потому что медленно распадается лютеций, невозможно его надежно померить. Здесь погрешность огромная. 1,8 плюс-минус 0,2, по сути дела, да? На 10, минус 11. Вот данные по земным породам, которые мы только что рассмотрели, с очень неплохой сходимостью. Вот серая полоса, это величина погрешности. Вот 1,867. Та самая константа распада. А если метеоритные данные рассматривают, по ним получалась куда более высокая скорость распада, 1,958. Погрешность побольше, но они заведомо не перекрываются между собой. Это был ужас вообще. Потому что до этого всегда мы знали, что константа распада, это константа, это надежная вещь, надежнее, я не знаю, ничего не найти. Ни один банк, никакой Сбербанк такой надежности не обеспечит, как константа распада. И тогда Альборедо предположил, он обнаружил, что 176-й лютеций может существовать в возбужденном состоянии, если в него попадает гамма-квант определенной энергии. А этот возбужденный 176-й лютеций распадается так же точно в гафни за несколько часов. Не соврать, но, по-моему, тут... А, ну, собственно, вот, у меня написано. 3,7 часа. То есть облучение гамма-квантами с энергией около 1 мэра переводит его в возбужденное состояние, с которым он распадается бета-распадом, тем же самым. Но за 3,7 часа. Вместо 37 миллиардов лет период полураспада. 3,7 часа. Нашлось объяснение, елки-палки. А когда это могло быть облучение всего лютеций? Это могло быть только в газополевом облаке, и пока образовывались первые тела. Малые тела, да, вот хондриты, вот эти вот небольшие метеориты, тогда могло быть облучение. Потому что это облучение, никаких гамма-кванты внутрь Земли не проникнут. Соответственно, никакие породы земные, интрузивные, магматические породы, если они находятся глубже, там, нескольких сантиметров, они уже не могли испытать такого процесса, да? Ускорение распада лютеция путем облучения гамма-квант. Но потом всю картину испортили. Потому что взяли, и вот те данные, которые я вам показывал, да, лютеции Гафнины, здесь поделили все эти образцы на метаморфизованные метеориты и не метаморфизованные. И оказалось, если метаморфизованные отбросить, то константы распада прекрасно сапогли. И вся эта история, она опубликована, она вызвала большую дискуссию, и вы все это можете, значит, встретить в литературе. Поэтому вот это надо знать. Вот эту всю проблему с якобы неподстоянством константа распада надо нам хорошо с вами знать. Ну, я вам предположим, что, наверное, когда в период существования раннего солнца, когда еще происходила только конденсация вещества, и газополевое облако, оно было проницаемо для излучения, не так, как твердая тюна, не так, как Земля, или там Марс, или Луна. Газ, он и есть газ. И вот в этих случаях эти высокоэнергетичные гамма-кванты могли провоцировать ускоренный распад лютенции. Но потом, как я вам сказал, это несколько лет, эта гипотеза даже была, ее всерьез рассматривали, всерьез воспринимали, думали, что на самом деле обнаружилось такое редкое явление, как изменение константа распада под действием излучения. Но потом, в одной очень изящной работе, разделили просто результаты лютецегатливых анализов по метеоритам на данные для метеоритов метаморфизованных и неметаморфизованных. Ну, мы видим, что тут некоторые, да не точнее, некоторые точки, да не точнее, большой разводство относительно результирующих затронов. Ну и вот, если использовать только данные по так называемым неравновесным метеоритам, а не неравновешивающим результатам метаморфизма углеводственных анализов и обыкновенных анализов, то константа распада определенной поверхности изохронии не противоречит константе распада определенной поземной пары. Таким образом, эта проблема была закрыта. И эта гипотеза, она, ну, она имеет такой интерес скорее чисто эстетический. Надо же, какие придумывают люди гипотезы. Ну, в принципе, вы должны понимать, что человек в своих исследованиях, он, конечно, чаще совершает ошибки. И, по-моему, это Иль Шейн сказал, что люди не упустили ни одной возможности, чтобы впасть в заблуждение. Все возможности, которые им было природой предоставлено, они все испортили. И думали о том, что Земля в центре Вселенной, а все остальное вокруг нее вращается. И там всякие теории эфиров были, и так далее. Но, тем не менее, мы продвигаемся вперед. Самолеты летают, даже ракеты летают, и даже на Луну люди летают высаживаются. А это все благодаря науке. Так, ну, значит, изотопный состав Батния. Формула, значит, для его изменения, она вам наверняка уже знакома. Я думаю, что вы, у вас уже теперь ночью можно увидеть. Немного. Как меняется изотопный состав? Какого-нибудь элемента, да? Вы уже сами догадаетесь. Значит, это есть начальный изотоп, что отношение к диагенной добавке. Этиогенная добавка, вот здесь у нас, как всегда, в знаменателе, какой-то один из стабильных изотоп, то диагенная добавка записывает цены, так как отношение 176-го рефекция, к этому стабильному изотопу, 177-го гафли, экспонент Телямна 3-го. Ну, и также точно, по аналогии с неодимом, величина цены гафли вычисляется относительно того же модельного хондритового однородного резервуара. Параметры его вы записали на прошлой акции. Здесь, в общем, ничего нового для вас нет. Понятно, что каждое изотопное отношение, оно свое для любого значения возраста. Его тоже надо вычистить. Простите, мы не записывали лекцию за гафли, кажется. Вот вы записывали лекцию гафли, вычислили лекцию. Мы отношения записывали на прошлой лекции. Если вы записывали в хондритовом однородном резервуаре, точно в соседних конспектах увидим, да? Молодец. Но я напоминаю, что на экзамене можно будет пользоваться только своими конспектами. У соседа не стоит. Тем более, там у него наверняка половина. Не записывали. Лекция гафли, которую систему используют для задач геохранологии. Как всегда, мы новую систему рассматриваем. Сначала приложение геохранологическое. Так вот, в геохранологии ее используют крайне незначительно. Очень редкие примеры. Вот один из них, такой я вам показываю. Это опять-таки те самые гнейса-минцов, которые мы уже и в рубине-стронцевой системе рассматривали. Сама линия-диблая. Довольно древняя, даже гренландские, их породы фактически. Возраст здесь получился 355, плюс-минус 220 миллионов рублей. Напомню, что в самой энергией-диблой системе цифра такая, 364. То есть близкие. Они перекрываются между собой. Причем, этот расчет еще дан, расчет возраста еще дан константой, которая была не очень хорошо отбедена. А, значит, если использовать ту, которую мы в прошлый раз с вами записали, как рекомендованную на сегодняшний день, то значение возраста оказывается чуть подременнее. Ну, константа меньше, соответственно, возраст больше. Потому что это произведение фиксировано, и в произведении определяется углом на полной линии. Я думаю, вы это помните. Мы уже с вами с этим развлекались. Корректировали константы. Ну, собственно, о геохранологических применениях все. Еще раз говорю, редко используют лютец и гавровые системы для адаптирования. Мерить гав не тяжело. Хотя, сейчас вот с появлением мультиколлектронных ICP-MS приборов, лютец и гавровые методы он как бы вторую жизнь получил. И, скажем, в гранат содержащих породок, где тяжелых редких земель может быть повышено содержание, лютец и гавровые отношения повышены. Там, в общем, неплохо можно применять этот лютец и гавровые методы. Тем не менее, я еще раз говорю, это не очень широко используется. Сейчас гораздо шире используется урансвитцовая система. И мы перейдем сразу с вами к изотопной геохимии. Здесь такая небольшая сводочка вариаций содержания лютец и гаврового отношения в разных породах земных и в хандритах. Ну вот, весовое отношение в хандритах лютец и гавровые отношения 0,237, во всех земных породах оно пониже. Ну, это правда, это же различные вулканические породы и граниты, осадочные породы. Тут понятно, что лютец и гавровые отношения пониже. Еще раз говорю, лютец и гавровые системы это такое зеркальное отражение, даже не зеркальное, простите, а просто аналог, по многому аналог саммаринятин. Также точно, в примитивных и обедненных породах лютец и гавровые отношения повышены, в обогащенных, во всевозможных выплавках, особенно вот в щелочных, смотрите, хайбю, это в основном, я вам говорю, это щелочные и база, лютец и гавровые отношения резко подиже. Гораздо резче, чем в Самаре неодинная. Ну, это средние увеличили по разному количеству количества аналоги в мисквидео. Нагляднее, конечно, посмотреть, как распределяется концентрация этих элементов лютец и гавровые в разных породах, вот на таком графике. Ну, вот, что мы видим. Значит, линии равных значений, вот здесь диагональные проведены, равных отношений лютец и гавровые. В серые точечки перегратины, в желтые это хандрит. Ну, уровень содержания примерно одинаковый. В базарных средних хайбтов ну, почти такое же отношение, чуть-чуть пониже, чем в перегратиных хандрит. Хотя концентрации много, но очень напорядок. И большинство магматических пород образуют такое довольно компактное поле. Хотя, вот я вам говорил, что хайбю, базарты, щелочные базарты, вот они здесь, в желтой квадрате здесь ели видны, а не в ходе остальных местят, это континентальные щелочные базарты. В них мы видим, что содержание гавровые повыше по сравнению с морбами. Содержание литерцы примерно такое же. Но литерцы-гавровые отношения в итоге сильно ниже, потому что содержание гавровое больше. И вот этот тренд образуется очень странным таким породом. То есть в центре этого поля лежат романтические породы, но гамиты, здесь карбонатиты, здесь гамиты. Но хотя карбонатиты, видите, они самого разного бывают состава. Бывают такие, что с очень низкими литерцогавровыми отношениями бывает. Многие из них здоровые высыпки. И мы уже с вами понимаем, что если бы карбонатитовый источник, мы уже обрубили сконсовую систему, про это говорили, если бы карбонатитовый источник существовал как самостоятельный, чем бы он характеризовался в литерцогавровой системе? Повышенную снижение утец. Вот слово повышенная правильность расположение. Мы про изотокы все-таки с вами рассуждали. У нас изоток на ней есть. Если бы карбонатитовый источник, постоянный карбонатитовый пароль, как мы говорили в рубине скронсовую систему, когда изучали, мы говорили, что была такая гипотеза, что карбонатит образуется из карбонатитового слоя. Карбонатного слоя, где бы на глубине мантии, который образовался с самого начала, как Земля сформировалась. Вот если бы такое было, за счет того, что литерцы гафливые отношения в этих породах высоки, что бы было с изотокным отношением гафли в этих породах? Оно бы тоже было аномально высоким. Если сравнить поведение литерцы гафливого отношения и сама литератикова, то мы видим, что здесь большинство магматических пород образует такой неплохой, неплохо выраженный трек. И теперь литерцы тоже в пределах его лежат. В самой нижней его части, то есть наиболее низкие самогневые отношения, наиболее низкие литерцы гафли. А верхняя часть, здесь его образуют как раз мороз. А вот эти самые карбонатиты, видите, они очень анаморны. Очень анаморны. И как вы думаете, вот раз литерцы гафливого отношения и сама литератикова отношения образуют вот такой вот яркий выраженный трек. Как между собой должны соотноситься изотопные данные к гафли и неодимым? В общем, да, неодимые. А? В общем, да, неодимые. То есть, там, где данные изотопные данные соотношения неодимых к гафли, а неодимые, которые, неодимые и неодимые данные. Нет, поскольку я все остальное все равно не разбираю, то меня удовлетворило то, что вначале было сказано. Да, они тоже должны образовывать единый трек. Это там и есть. Посмотрите, здесь самые разные обороты. Изотопные отношения гафния и изотопные отношения неодимых. Ну вот, уже состав примитивной мантии мы с вами разбирали, как вы выяснили. Как мы его нашли? Эпсилон неодима плюс 9, да? Вот ему отвечает Эпсилон гафния ну, около 14-15. Вот. И все остальные породы образуют очень неплохой линейный трек. Очень неплохую линейную зависимость. Причем, график от обреза гораздо ниже находятся всякие коровые породы, посадочные на них туда, куда мы говорим, какие-то гранитоиды древние, они все и грата. Это еще раз нам подчеркивает, что в источнике всех этих пород лютец и гафниевые отношения и самаринь-адевые отношения очень сильно коррели. Ну, собственно, мы и сами эти породы видели, что это в природе очень распространено. То лютец и гафниевые отношения и самаринь-адевые отношения они очень неплохо здесь приют. Отношения не постоянно, потому что линии равны отношению, вот они здесь поедены, точечки, точечки, да? То есть отношения это меняются в зависимости от того регионное вещество у нас обогащенное, но тем не менее корреляция замечательная. Корреляция замечательная. Можно вопрос. Только громче вопрос, правда? Я думаю, что у нас есть в ней нет реляции, в чем в ней нет, в смысле, между гафнем и гафнем, зачем нам подозревать, ну, в целом, почти все, как мы говорим, на один возраст, ну, на один возраст. Нет, подождите, во-первых, здесь нет возраста. А многие так рассуждают, зачем нам две изотопных системы, если они так похоже друг друга себя видны. Потерпите пару слайдов, сейчас увидим. Сейчас увидим. Здесь вот тоже очень похоже на самаре неодимных системы, да? Опять-таки, вот геокроны, да? Я вам уже говорил, что многие данные по ханритам, они, ну, ханрит они метрофизованы, многие точки лежат и очень компактно на них, но тем не менее, прекрасно видны, что эти вот тренды. Также точно мы видим, что данные по океаническим базаритам, по Матбан, по базаритам островов тоже образуют тренд, гораздо выше, он не проходит через точку чур, то есть, все абсолютно так же, как в самомаре неодимовой системе. Тоже, это выглядит так, как будто земная мантия обеднена по сравнению с ханритами. В земной мантии более высокая эпсилон-гафли, более высокое изотопное отношение гафли. Соответственно, по геокроне мы находим, что более высокая лютеция-гафлиного отношения, а более высокая лютеция-гафлиного отношения характерна для обедненных пород. Но здесь вряд ли можно говорить про обедненные, обогащенные, поскольку ханриты и земля, они мало вероятны, чтобы они участвовали в каких-то единых магматических процессах. Они разделились еще в процессе формирования солнечной системы. тем не менее, лютец-гафлиное отношение в мантии очевидно получены. Ну, так же, как и сама линьадинка. С этим понятно, да? Ну, вот, а всякие остаточные породы в них лютец-гафлиное отношение понижено, ну, и, соответственно, широкие вариации вплоть до очень низких изотопных отношений не один. Так же точно выглядит диаграмма, показывающая революцию примитивной мантии с лютец-гафлиным отношением номер 268. Обогащенное вещество, которое от нее отделяется на протяжении всей истории Земли, оно имеет гораздо более низкое, гораздо более низкие лютец-гафлиное отношение в зависимости от состава этих выплавок, которые образовывались при выплавлении мантииного вещества. А рестит обедненный соответственно приобретал более высокие лютец-гафлиное отношение. Соответственно, в рестите изотопное отношение гафни 176-го гафни к 177-му гафни растет быстрее, потому что там более высокие лютец-гафлиное отношение, да? Ни разу я не сказал про концентрацию. А по богащенному веществу, ну, которое прежде всего коровое вещество, лютец-гафлиное отношение понижено, и соответственно изотопное отношение гафния растут медленнее, Ну, а на радиограмме гафния как линия с облицательным надпором. Довольно старая сводочка еще 91-го года. Изотопное отношение гафния в зависимости от возраста. гафния проведена линия рассчитанная геозамбрика. Видно, что данные для разных пород, для изотопных составов гафния гафния в основном выше глины. Выше, 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 выше. это было еще в ту эпоху, когда не появились мультиколлекторные ICP-MS с лазерами, то есть они тогда только начали появляться. Мы с вами попозже увидим на что это влияет. тогда появились первые данные вот эти вот несколько точек, вот эти кружочки с парами с погрешностями это вот написано, что это с помощью гионного микрозомба получено. А все остальные это обычным термоизоляционным методом, то есть это с разложением породы, выделением гавния, измерением его изотопного состава на обычном масс-спектроле. Вот такую теографию мы с вами уже видели в для самой реактивной системе. Реальный возраст пород, и модель ревозности, и он обозначается здесь как красот прежде представить. То есть это время, присутствие этого гавния уже в виде корового материала. Это все данные для осадочных пород, причем сравниваются данные для неодима и для гавния. Видим, что они ведут себя абсолютно одинаково. Тут только разными значениями показаны ну, ма это мелкодисперсная осадочная порода. Грязь. Ну и более крупная земля из разного возраста. То же самое значит в конкорде линии равных значений. и мы видим, что практически для всех данных модели возраст либо в редких случаях либо очень близок к реальному технологическому, да, либо выше. Что это означает? Это означает, что ну, для этих данных, да, что при образовании этих пород было затвачено много древних веществ. Модельный возраст ну, здесь для обычного одностоидейного формулы приведены, для неодима они у вас записаны, вы видите, что для Гафния такая же точная формула относительно того, что мы называем галлургированные муки ну, и опять, значит, напомню, да, что если бы вещество коры, значит, породы коры представляли собой только лишь переработку, преобразование ранее сформированного корового вещества, то тренды надо быть такими, как стрелки показывать, да, если перерабатывало столько древних веществ. первая мягче, да, вот примерно миллиардов. Значит, если бы происходил быстрый рецепт корового материала, да, быстро бы вещество мантии отделилось, сколько там десятков, сотен миллионов лет пожило в виде корового материала и снова ушло в глубины мантии в процессе суббукции, то тренд бы шел бы вдоль линии равных значений, вот как показывают эти стрелочки диагонра. Ну, а реально вот то, что мы с вами надвигаем хаганок, а нет, что-то не распался, я головной увеличился. Ну, вот за последние полтора-два десятка лет появилось очень много изотопных данных богатых для ациклов, я вам еще в прошлый раз напоминал, что гафний 4-х валерий металл очень близок к геохимическим свойствам циркония и поэтому очень охотно входит в структуру циркон. Вот и содержание гафния в типичном цирконе что-нибудь от 0,5% до 2%, там, конечно, эти вариации тоже могут быть, но это на уровне 1%, то есть это не то, что там элементы примесей, ppm и поэтому циркон оказывается ну, тут, вернее, комбинации могут устойить, во-первых, этого гафа немного в цирконе, во-вторых, циркон устойчивый минерал, и поэтому очень быстро геохимики выяснили, что вот если мы будем мерить изотопный состав гафния в цирконе, мы будем получать очень надежные сведения об изотопном составе гафния источника этого вещества, из которого христализовался циркон. И появление локальных методов, вот лазерная абляция в купе с мультиколлектором ICPMS привели к тому, что этих данных по циркону появилось очень много, вот одна из таких работ здесь больше десяти тысяч точек самую разную воду, видите, даже есть вот эта ручка это, как вы понимаете, это Джек Хиллс, это Австралия цирконы самые древние на уровне 4 миллиардов 4 миллиардов даже чуть по древнению ну и самого разного возраста это диаграмма понятная 176-й гафни 177-му гафни в зависимости от возраста вот это черная сплошная линия это линия мантии а вот этот пунктир это средняя обиденция гафневого отношения в крем понятно, что это просто для так сказать для сравнения потому что коровое вещество отделялось от мантии еще раз говорю на протяжении всей истории Земли может быть неоднократно значит красными точечками здесь она выглядит как сплошная кривая на самом деле это просто перекрывающиеся точки это медианное значение изотопного состава гафния для каждого пушкового интервала пятидесятимиллионного интервала ну а зеленая линия это интегральное значение изотопного состава гафния для всего этого материала то есть состав каждой зеленой точки здесь он включает в себя средний состав всех цирконов предшествующих этому моменту так что чем они моложе тем больше статистического материала включается в состав каждого отдельно взятого маленького интервала и если посмотреть на аналогичном графике эпсалон графни относительно в опуске то здесь просто видны сгущения лучше вот красными полями показано относительное количество точек вот желтые особенно бледные желтые за краску это места где точек очень мало а чем лучше их концентрация тем отчасти эта прибуля она характеризует геодинамическую активность в истории Земли видно что здесь есть относительно плохо представленные интервалы времени и в общем размеженное количество точек хотя повышенное содержание здесь вблизи здесь усиливался магматизм глубины в интервале вот это порядка 700 миллионов лет а вот скажем вот такие заливы вниз они говорят о том что тут интенсивно перерабатывалось коровое вещество коровый материал то есть данные нейтральные цифоны которые смотрели в каждом цифоне сначала определялся уран земцов возраст поэтому данные для возраста здесь очень точно и в каждом и в каждом этом же земле определялся и затопный состав гад и вот эти вот как я сказал больше десяти тысяч точек здесь и представлены наши цифоны в самом разводе свободы пневматичных процессов ну в основном да поэтому мы видим что большинство точек впадает ниже к линии дм что значит большинство точек ну вот это называется ближе к линии дм это значит это но есть вот такие довольно сильные а есть которые на ней то есть очень разные так что нельзя сказать что они все ближе к линии нет не все но некоторые скажем гранитой могут иметь довольно низкие затопные отношения некоторые могут быть близки к мантии естественно да разные пропорции здесь скорого материала и мантии значит мне бы очень хотелось чтобы вы поняли вот эту зеленую линию как она получит как она получит то что я вам сначала сказал объяснил да что это интегрально в нее входят все предыдущие данные вот смотрите допустим у нас есть этот кодек самого разного возраста для примера возьмем здесь всего несколько точек вот один два три четыре пять шесть видите они разного возраста с разным затопным отношением газа тут есть и церковь которые имеют отдельные значения и не появляются это начальные взятые отношения на момент образования этих взятые церковь как мы вычисляли модельный отрасль с вами мы брали двустагинный модельный отрасль мы брали и вот точки начального взятого отношения ну не один так мы проводили линию до пересечения с линией с наклоном который отвечает среднему составу континентальной карты самореонидного отношения континентальной карты здесь мы проводим здесь мы делаем противоположную процедуру мы проводим до интересующего нас момента времени линию с наклоном отвечающим среднему при терцегаповом отношении континентальной карты для каждого из этих зерк их считаем ведь что представляет этот церковь этот церковь образовавшийся тогда вот представляет некий фрагмент расплава из которого он образовался расплав который поступил в кору поскольку мы в кореях это наблюдали и нам нужно оценить а как суммарно это коровое вещество представлено на сегодняшний день какой его средний изотопный состав ну может быть здесь показано не на сегодняшний день а на негде момент т ну порядка вот на момент 300 миллионов лет назад мы посчитали для каждого зерна цепона его изотопный состав и вот эта средняя величина здесь показана зеленым квадратиком то есть вот эта зеленая линия таким образом как раз и посчитана для всей совокупности циркона древнее каждой точки которые здесь на этой линии расположены вот таким образом ну и как только мы получили эту линию это как видите здесь написано это интегральный состав коры который приходит в эпсалу каплю минус 20 этот интегральный состав коры у нас посчитан для всей истории с самого начала мы можем сравнить для всех этих данных для этого интегрального состава коры опять-таки реальный возраст или те цегатный возраст опять-таки здесь есть тонкборде линии равнозначных все отдельно взятые точки водных грамм больше 13724 земля и мы видим что этот интегральный возраст приходит в значение примерно 2,2 миллиарда лет помните я вам уже задавал этот вопрос если земная кора росла на протяжении всей истории земли равномерно линейно каким должен быть средний модельный возраст земной коры он должен быть равен половине возраст земли то есть если земная гора росла линейно то вообще траектория была бы здесь прямой линии но если учесть что может самые древние породы сейчас вскрыты в меньшей степени чем более молодые то тогда взвешенное значение за счет спрятания древних пород тут показано вот это насколько в какой степени это волюнтаризм предположение мы конечно не знаем поэтому в интервале где-то 2.2 до 2.8 вот где-то в этом интервале наверное лежит среднее интегральное значение модельного возраста континентальной коры так что в первом приближении действительно мы должны признать что земная кора росла практически линейно на протяжении всей истории пусть даже не линейно все-таки мы видим что здесь есть свои ситуации свои двигатели и мы видим что она все равно земная кора росла на протяжении всей истории пусть даже не линейно неравноверно но она продолжала это делать поэтому все вот эти наши с вами предположения о том что уже обсуждавшаяся не раз значит вот гипотеза Вассербурга о том что земная кора образовалась когда 4,5 млрд лет назад отделилась сформировала объединенную мантику вот что этому современные запутные данные противоречит мы уже не раз с вами обсуждали ну вот в очередной раз галюте цыгарную систему но вот такой очень интересный график который нам сейчас покажет что не всегда лютец и гаффлевая система ведет себя так же как и сама ренианид не всегда вот смотрите вот эта линейная реакция которую я вам уже показывал ну только она была у нас цветная для магматических пород она здесь так же точно приведена показана и названа здесь терреская вода или совокупность земная совокупность это самые разные магматические породы тут кружочками показаны породы маритиного происхождения и квадратиками коровы породы они тут неправильно названы континентальные если континентальные то те тогда должны быть океанические вот мантийные породы и коровы образуют единый тренд а вот посмотрите железо-магматические нодули конкретные корки здесь образуют свой тренд их поделили на три разных океана но в принципе они тренд единый образуют просто слегка перекрываются эти поля и потом они по-разному представлены довольно много данных для атлантики кружочков немало данных для Тиного океана вады и и с и 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 в и и и и и Ну, вносить свой... А какие фазы плохо растворимы? Какие фазы с гафнием? Тот же циркон. Ну, что же тебе кажется? Ну, циркон. Ну, в гафни он же изоморфно замещает циркон. То есть он сам по себе... Цирконий? Цирконий, да. Он сам по себе минералов не образует. То есть в основном он получается только вместе с ним. Это я согласен. Ну и... Ну, а циркон не растворимы? Циркон плохо растворим в морской воде. И все... Он и в раствайк плохо растворим. Леш, я бы готов согласиться, если ты объяснишь, почему получается такой сдвиг. А где бы должен находиться циркон на этой диагностике? Качественно. В цирконе много гафни. Литец и гафнивые отношения в цирконе низко. Соответственно, в породах, которые все лежат на этой диагностике, в породах разного возраста, циркон со временем... Какой днем гафни становится по сравнению с валовым содержанием породы? Высок. Низко. Ниже, чем в породе. Изотопное отношение гафния в цирконе всегда ниже, чем в породе. Ну, за исключением момента самого образования всей породы, всех минералов, когда они одинаковы. А потом, как только время прошло, циркон содержит самый нерадиогенный гафни. А сама реодимное отношение, оно в цирконе обычно повыше, чем в породе. Гафнивые низкие изотопные отношения, сильно низкие, да, содержит. А диагностик в цирконе, почти как в породе, чуть более высокие изотопные отношения. Следовательно, вот если взять любую точку, скажем, посмотреть ее как материсовую породу, содержащую циркон. Относительно нее циркон где будет находиться? Низу. Теперь смотрим, континенты размываются, континентальные породы выветриваются, размываются. Циркон – самый устойчивый минерал, он образует рост, он не растворяется в морской воде. Циркон не растворяется в морской воде. Соответственно, из этого вещества, которое растворяется в морской воде, убирают компонент с низким изотопным составом гафта. Морская вода оказывается на другом зрении по сравнению с породой. Вы там просто выкинули циркон и получился сталь. Да. И получается, что вот эти росты циркона, они содержат заметную часть гафни. Они в себе консервируют заметную часть гафни. А эта заметная часть гафни имеет низкий изотопный отношения. И вот нарушается линейка ревенция. Если коротко говорить про причину этого отклоняющегося тренда, то он обусловлен энергией циркона. Его нерастворимостью в морской воде. И тем, что цирком в себе захоранивает много нерадиогенного гафта. Соответственно, то, что легко растворимо, содержит более радиогенные. Более радиогенные, значит, что с более высоким изотопным отношением гафта. С более высокими эксилонами гафта. Спасибо. Спасибо.